Всем добрый вечер, четверг, 9 часов вечера, с вами Искусство Возможное, я и ведущий Сергей Ильин. Сегодня у нас в гостях политтехнолог Тимофей Шевяков. Тимофей, добрый вечер, правильно ли я представил? Да, совершенно верно. Отлично. Итак, тема нашей сегодняшней передачи – политика и регионы. Политика и регионы, выборы в регионах, региональная политика. И, соответственно, отсюда же сразу первый вопрос, Тимофей. Вот есть такая плохая негодная шутка у москвичей, что за МКАДом говорят жизни нет. Насколько это так? Хотелось бы понять, что выборы-то, в общем-то, не только в Москве. Даже если говорить о выборах федеральных, понятное дело, но федеральные выборы у нас не скоро, скажем так. И тем более, если говорить о выборах непосредственно в регионах. Итак, какая она, политическая жизнь за МКАДом, глазами московского политтехнолога? Я понял. Вопрос достаточно интересный. Дело в том, что это в Москве считается, что за МКАДом жизни нет. Это шутка. Да, а за МКАДом считают, что наоборот. Жизнь как раз есть именно там. То, что касается выборов федеральных, я бы добавил, что мы очень надеемся, что их в ближайшее время не будет. То, что касается выборов региональных, да, действительно, у нас грядет достаточно жаркая осень. Это такая шутка по поводу нынешнего холодного марта. Соответственно, то, что касается региональной политической жизни, она очень сложная, очень своеобразная. И в последнее время она, скажем так, то, что раньше считалось политическим российским болотом, в прямом смысле этого слова, оно сейчас начинает вполне себе бурлить и закипать. Дело в том, что именно на регионы сделали ставки практически все оппозиционные партии, которые сейчас благодаря последним политическим реформам у нас в России появились. Тот же демократический выбор, скажем, делает ставку именно на региональные выборы, уходя от митинговой активности в столицах. Ну, если я правильно понял, если говорить конкретно о демократическом выборе, то это как бы вполне осознанная позиция и, собственно, характерная скорее для них. То есть люди работают на выборы и не работают на митинговую активность, причем применительно к регионам в частности и в особенности, наверное. Это, наверное, вообще правильная тактика, скажем так, или даже, не знаю, тактика или стратегия? Это именно что тактика, потому что митинговая активность в регионах, она как раз не то, чтобы она незаметна, ее в принципе нет, по большому-то счету. То есть митинги, мероприятия, причем как оппозиционные, так и лоялистские, они в регионах собирают исчезающий мало народу. То есть даже если не делать поправку на соотношение, грубо говоря, к населению самого города, условно говоря? Да, просто дело в том, что в регионах народ в прямом смысле более приземленный. Их не интересуют шумные лозунги, их интересует конкретная реальная программа действий, какие-то конкретные действия. И именно поэтому существует очень серьезная проблема на данный момент, и она, в общем-то, видна. Проблема региональных отделений Единой России, которые сейчас, в общем, находятся в достаточно сложном положении, скажем, дипломатично. Соответственно, то, что сейчас уже на осенних выборах в определенной степени в поддержку, где-то в пику Единой России пойдет общероссийский народный фронт, это даже очень хорошо. То есть это идет достаточно серьезное подспорье власти. Если позволите, вопрос не совсем в тему, но уж коль скоро мы упомянули народный фронт. Вопрос. А есть понимание, во время политической осени, какие будут взаимоотношения, грубо говоря, между Единой Россией и Российским народным фронтом? Потому что вот недавнее заявление ряда крупных деятелей из администрации президента о приостановке членства в Единой России, это, наверное, какой-то, как принято говорить, сигнал, скажем так. Ну, я бы не стал говорить насчет сигналов, тем более, что информация о приостановке членства в партии, она исходила от господина Левичева, одного из руководителей «Справедливой России». То есть это, как бы, так сказать, тоже был сигнал с определенной достаточно стороны. Он не подтвержден. Он не то, чтобы не подтвержден. Дело в том, что о приостановке членства говорилось достаточно давно, и это не являлось никакой сенсацией. Ну, хорошо, бог с ним с поводом, а если говорить о конкретике, дело в том, что, в принципе, по большому счету, если бы были какие-то, так сказать, открытые, так сказать, выборные конфликты, даже хотя бы на уровне праймерис Народного фронта и Единой России, то, в общем-то, могло бы стать основной интригой осенних выборов, причем вполне легальной. Это будет так или пока непонятно, или вряд ли? Дело в том, что это, скорее, это зависит от региона, потому что в разных регионах ситуация разная, в том числе и с представителями того же УНФ. На мой взгляд, идеальной ситуацией, идеальная ситуация была бы та, когда УНФ стояла в определенной политической оппозиции к Единой России, формируя правильную, левую, но при этом лояльную силу. Потенциал такой есть. Спрос на левую партию, на левую силу, на социалистически ориентированное движение, он есть. Потому что, ну, никакого секрета нет, что КПРФ уже давно этим, так сказать, параметрам не отвечает. Так, хорошо. То есть это такой спарринг-партнерство. То есть на найские мальчики традиционные? Я воздержусь от комментариев. Понятно. То есть правильно ли я... Но тут возникает вопрос. Фактически, вот многочисленные беседы, которым уже не первый, не второй, не пятый год, о крыльях Единой России, получается, что УНФ это некоторым образом как бы левое крыло того, правым крылом чего является Единая Россия, так? Солидаризируюсь с вами. Дело в том, что, к сожалению, результаты Единой России как на федеральных выборах, так и в ряде регионов за последние годы, они показали, что партия, несмотря на достаточно серьезный потенциал, и я это просто, поскольку я работаю в регионах, я это вижу, там очень много разумных, хороших, работающих людей именно в низовых ячейках Единой России, именно в регионах. Но общественное восприятие таково, что негатив, который, в общем-то, порождается какими-то действиями верхушки Единой России, он распространяется уже на партию в целом и дает соответственную отдачу по результатам, к сожалению. И правильно ли я понимаю, что по Народному фронту сейчас вот этой самой, так сказать, наведенного отрицательного отношения в таких количествах не наблюдается? По Народному фронту такого отрицательного отношения нет, потому что Народного фронта де-факто не существует на данный момент. То есть это некая пока что достаточно эфемерная структура. Но в прошлый раз мы имели ситуацию, когда на праймарис, условно говоря, состязались представители той части Народного фронта, которая не являлась Единой Россией, непосредственно Единой Россией. А сейчас будет что-то подобное или вряд ли? Скорее всего, да, действительно будет, скорее всего, именно так. Так просто следует понимать, что УНФ на данный момент обеспечена кредитом доверия Путина лично. Это очевидно, в отличие от Единой России. В отличие уже от Единой России. Соответственно, у Народного фронта на осенних выборах есть шанс вот этот кредит оправдать, отработать. Но технологически вот именно во время праймерис, фактически или нет? И во время праймерис, и во время выборов непосредственно. То есть, грубо говоря, люди, которые идут, допустим, или в списке Единой России, но при этом подчеркнут, что они из Народного фронта, или если, допустим, речь идет о выборах мэра, условно говоря, как мы часто имеем сейчас, независимый кандидат, но который идет уже четко не от Единой России, что скрывается от Народного фронта, что напротив этого всячески подчеркивается. Я правильно понимаю? Совершенно верно. Просто дело в том, что лояльность населения, лояльность избирателей лично Путину, она на порядке выше, чем лояльность избирателей Единой России. И поэтому, если некий персонаж, некая группа людей позиционируется именно как представители Народного фронта, то есть, как люди, которые выходят в поддержку Путина лично... И что немаловажно Путин со своей стороны поддерживает их, иначе это будет уже самозванство. Да, совершенно верно. Соответственно, они как бы отделяют себя от Единой России. При том, что, по большому счету, идеологическая составляющая там одна и та же. Это понятно. Я так полагаю, что есть нюансы, есть некоторые общие старшие товарищи в центре и даже на местах. К этому вопросу мы вернемся после короткого перерыва. Я напомню, что с вами «Искусство возможного», я ее ведущий Сергей Ильин, а в гостях у нас сегодня московский политтехнолог Тимофей Шевяков. В третьемся, через минуту. И снова добрый вечер. Я напомню, с вами «Искусство возможного», с вами я, ее ведущий Сергей Ильин, и у нас в гостях политтехнолог Тимофей Шевяков. Наш следующий вопрос. Вот если уж мы говорим о московских политтехнологах, похоже, что на выборах в регионах их большинство, или это все-таки верхнее звено начальства и куратора? Вот как вообще распределяется? Кто такие эти ужасные волшебные москвичи, московские политтехнологи и так далее на выборах в регионах? И хватает ли их, собственно, на все регионы? Так, начнем отвечать с конца. Естественно, московских технологов на все регионы не хватает. Это объективная реальность. А с учетом того, что сейчас выборы, скажем так, схлопнулись до одного сезона, было у нас два сезона, весенний и осенний, соответственно, один и тот же человек мог работать в двух разных регионах весной и осенью. То теперь, в связи с тем, что все выборы у нас приходятся на осень, технологи востребованные оказались в два раза больше, ну и со всеми, так сказать, из этого исходящими. То, что касается того, кем являются московские технологи в регионах, это, скажем так, это такая спасительная кавалерия, которая приходит на помощь в самый последний момент, как правило. Я понял, спасибо. Тут у нас сейчас в эфире известный политолог и общественный деятель Алексей Чедаев, которому мы хотим, собственно говоря, задать вопрос по этому поводу. Меня интересует, согласен ли он с тем, что он и сам бывал такой спасительной кавалерией, как вы это называете, или как-то по-другому? Алло, Алексей, вы слышите нас? Я слышал, к сожалению, только в финал предыдущего... Алексей, значит... Ну, про кавалерию из-за холмов я понимаю хорошо. Просто иногда это бывает не спасительная, а карательная кавалерия. То есть такие люди, которые приходят, ну, иногда по согласованию с администрацией, по прямому поручению, как бы просто для того, чтобы вот, ну, как это было в Брянске прошлой осенью, переиграть в итоге уже де-факто состоявшейся кампании и просто переписать результат в свою пользу. Если можно, тогда сразу следующий вопрос. Вот я так понимаю, что, грубо говоря, москвичи руководцы, москвичи спасатели, москвичи каратели, москвичи кураторы, условно говоря. И вот как в этой связи вот все эти разнообразные, понятное дело, москвичи ладят с местными элитами и с местными специалистами? Ну, хотя бы части записанных категорий. Да, я наблюдал несколько таких столкновений. Вот, разумеется, всегда между местными технологами и заезжими всегда есть Бадалова. Вот, причем у местных всегда преимущество в том, что они гораздо лучше знают ситуацию на месте, у них всегда отстроены сетки, вот, причем иногда задолго. Вот, у них налажены какие-то отношения с кем-то на месте, но, тем не менее, как бы, в поставщи заказчика, я бы, например, далеко не всегда останавливался именно на местном технологе. Почему? Потому что регион это, как правило, очень маленькая. Маленький социум, где все друг друга знают, и где, ну, технологу вести домашнюю компанию всегда по целому ряду причин сложнее. Да, он иногда не может, допустим, быть жестким, просто чтобы не испортить отношения с тем, с кем ему там завтра встречаться в соседнем ресторане и на другую тему. Вот, а компания иногда требует очень жестких решений. Ну, то есть это относится даже к таким, ну, условным крупным компаниям, как, ну, допустим, Краевая дума Красноярского края, огромный субъект федерации, большой. Еще бы, еще бы, конечно. Потому что там же разыгрываются депутатские места, до которых, и там значительная часть, собственно, компании происходит на этапе составления списков, на этапе, там, ееровских праймерис, еще чего-то, что не относится непосредственно к выборной активной фазе. Вот, а еще вот на этапе согласования этих самых списков и утверждения их в разных инстанциях. Вот там сейчас самая компания. Вот, и уже на этом этапе, собственно говоря, нужен технолог, который сейчас скорее GR в этом случае, чем PR-специалист. То есть правильно ли я понимаю, что технолог из Москвы лучше, естественно, не тем, что он лучше знает регион, чем мест, но он знает хуже, лучше не тем, что он более креативный, это совершенно не обязательно так, а именно он хорош своей, условно говоря, в первую очередь, отстраненностью. Отстраненностью. Да, у него развязаны руки. Он свободен в действии. И поэтому он может наделать ошибок, вот, да, именно в силу, ну, как бы, проблем с привязкой к местности. Вот, но если он правильно привяжется к местности, то у него есть еще одно важное преимущество. Дело в том, что, ну, понимаете, серьезный пацан ресурсный с кучей денег нанимает технолога, который у себя же в регионе, который стоит в 100 раз дешевле, чем он сам. Вот, да, ну, в смысле капитализирован в 100 раз меньше. Ну, будет он его слушать в политический момент компании? Не факт. А вот если он нанимает внешнего специалиста, даже если этот внешний специалист тоже стоит в 100 раз меньше, сам факт того, что, значит, его выписали, как ученого немца, значит, из Лондона и Парижа, вот, уже, ну, немножко другую, просто ролевую ситуацию между ними создает. А иногда, иногда, как раз это очень важно, уметь просто объяснить заказчику, что вот на самом деле нужно идти туда, а не сюда. И али говорить вот это, а не вот то. Понятно. Большое спасибо. Я напомню, у нас в эфире был Алексей Читаев, политолог и общественный деятель. Мы, соответственно, возвращаемся в студию. И я, собственно, задаю тот же вопрос нашему гостю, политтехнологу Тимофею Шевякову. Вот, исходя из того, что сейчас говорил господин Читаев, ну, насчет того, что местный политолог, местный технолог и технолог из Москвы стоят одинаково, я думаю, это все-таки некоторое преувеличение фигуры речи или не совсем? Ну, пожалуй, да. Это действительно фигура речи, потому что в силу объективных причин региональный технолог стоит меньше. Но при этом Алексей абсолютно был прав. Дело в том, что московский политтехнолог, он во многом является... Джарщиком, как я понимаю. Нет, нет, дело даже не в джаре. Дело в плане джара местного. Но как раз местные технологи могут скорее дать фору. Нет, я так понимаю, что речь идет не о местном джаре, а джаре с Москвой. Если с Москвой, то да, безусловно. Но наличие московского технолога, это момент психологического удара по противнику. То есть мы пригласили целого московского технолога? Да, мы пригласили тяжелую артиллерию. Ну, так противник-то тоже с большой веры, если пожарить тяжелую артиллерию? Да, безусловно, но... И артиллерия тяжелее? Да, безусловно, именно так. Это борьба брони и снаряды. Ну, отчасти борьбы снаряды непосредственно в работе, а частично, извиняюсь, меренье весовыми категориями изначально. Разумеется. У нас вот кто, а у нас зато вот кто. Именно так. Так, и, кстати, тут такой философский вопрос, на который, я боюсь, последует столь же философский ответ, но это естественно. А на самом-то деле, что сейчас самое важное в заезжем технологии столицы? Его GR-связи или его креативные, организаторские и прочие способности по опыту, если не секретка? Нет, это не является особым секретом. Скорее, ни то, ни другое. А третья составляющая. Способность к, скажем, как бы это получше сформулировать, к социальной мимикрии. Способность достаточно быстро понять и регион, и людей, которые там живут. Потому что, допустим, люди, живущие в Краснодарском крае, они отличаются от людей, живущих в Красноярском крае, и это не стоит забывать. А главное, не путать. Могут не понять. То есть это, грубо говоря, умение, так сказать, понять местный менталитет, если угодно, въехать в него, так сказать? Да, совершенно верно. Потому что здесь даже имеет значение сама по себе динамика жизни, динамика, как люди вообще существуют. Нельзя подгонять людей, которые привыкли работать неторопливо, но вдумчиво. Вы сами себе испортите нервы, и толку никакого не будет в итоге. Ну, то есть, грубо говоря, если высокий московский гость въезжает на белом коне с огромным ресурсом в регион, где, в общем-то, ну, традиционно размеренный ритм жизни, начинает бегать, прыгать и кричать, то команда его просто не поймет и не примет не потому, что он плохой, а потому что, ну, тут так дела не делаются. Да, совершенно верно. Нет, разумеется, конечно, можно с помощью GR-инструментария можно, так сказать, просто-напросто забить противника, получить нужный результат, но это не является, скажем так, красивой игрой, это не является самоцелью. Кстати, мы говорим о вещах таких достаточно легальных. Правильно ли я понимаю, что разговор о том, как московский технолог помогает грубо нарушать правила, это разговор не имеющий смысла, поскольку, условно говоря, вбрасывать каруселец и так далее, на местах знает уж настолько хорошо, что вот тут уж помощники из Москвы не нужны. Им и более осмысленно говорить о вполне легальных и официальных, так сказать, действиях. Ну, скажем так, то, что касается черных технологий в регионах, ну, да, вот всякие подтасовки, конечно, там люди уже давным-давно все договорились, все друга знают, в особенности это касается и избирательных комиссий, это как бы не является для кого секретом. Все друг друга знают. Гораздо более интересный момент то, что касается именно креативной части черных технологий. Я понимаю, то есть, грубо говоря, как вбросить, они знают сами, а как пририсовать рога неугодному кандидату москвичу неожиданно может представлять себе лучше, поскольку... Безусловно, тем более, что не всегда эффективно, и тем более в последнее время далеко не всегда эффективно работают такие вот дубовые прямые технологии. То есть... Вот, собственно, с 2002 года известно, вот когда УС боролся с Хлопонином, вот, насколько мне говорили участники этой, так сказать, борьбы на стороне Хлопонина, клялись и божили, что черных технологий практически не использовали, обратная сторона черные технологии использовала очень активно, и наши, так сказать, условные наши, я тогда был не о пределах, вроде как вполне себе победили в белой, и говорят, что, в принципе, это работает. Ну, естественно, так уж совсем в белой, так просто не бывает, и я думаю, что мои господа немного лукавили. Но в целом, можно ли говорить о том, что черные технологии, ну, по крайней мере, не становятся базовыми? Ушли из базы, то есть их не больше. Черные технологии, они, скажем так, они не то, чтобы совсем ушли из базы. Нет, ну, совсем они уйти, разумеется, не могут, они нигде не уходят в той же Америке, слава богу. Да, ну, просто дело в том, что они как специи, как приправы, их должно быть умеренное количество, не надо перебарщивать. Нет, это действительно, кстати, я хочу заметить, обратить внимание, господ слушатели, это хороший пример, в общем-то, три щепотки перца вместо одной, в общем-то, приведут уже к тому, что вы, может быть, уже не будете понимать, едите ли вы рыбу или мясо, и что точно это, телятину или ягнятину, не в пост будет сказано. Но, по крайней мере, акцент будет именно на перец. Но, грубо говоря, соотношение по массе примерно такое же и получается. Да, именно так. Несколько щепоток жёсткой чернухи и всё остальное, в общем-то... Дело в том, что... Вот есть такой ещё интересный момент. Дело в том, что чёрная технология, вот эта вот самая чернуха, о которой мы говорим, она работает в позитивном ключе на все стороны. То есть бодрит... Бодрость духа, как говорит политик паук. Да, бодрит с одной стороны, с другой стороны, она привлекает интерес широких народных масс к выборам. А, то есть это весело. Это весело, и это даёт определённый мобилизационный момент, в том числе. Ну, то есть, грубо говоря, не к ночи будет помянуто какое-нибудь издание Life News, живёт на чернухе и пользуется чернухой и желтухой, скажем так, и пользуется при этом большим спросом. То есть априори известно, что публику интересует чернуха и желтуха. Соответственно, чернуха же и желтуха же применительно к политической жизни даёт такой же эффект. То есть те самые последние страницы изданий, где идёт светская хроника и прочая неприличность, а также криминал, дают значительную часть читаемости. И, соответственно, такое же привлечение внимания политической аудитории, как я понимаю, происходит на выборах. То есть то, что Иван Иванович чудо как хорошее построит нам ещё 10 коровников и спиртозавод, это, конечно, замечательно. А то, что Иван Иванович сын оказался жуликом и вором, или я уже не знаю, как это назвать, ну, массовый вариант в педофиле. Ну, нет, сейчас модные фальшивые диссертации. Ну, новые вини фальшивые диссертации, да. Ну, в данном случае, неважно, это уже, так сказать, совсем нюансы технологий, которые нашим слушателям мало интересны. Но смысл именно такой, как я понимаю. Да, совершенно верно. Я понял. Хорошо. А вот возвращаясь к вещам административным. Меня вот интересует, вот я хотел бы пояснить, вот когда наш гость сказал, что вот два, так сказать, выборных дня в год и один выборный день в год это далеко не одно и то же, я вынужден пояснить, что, в общем, пиар-компания это не то, что приехали московские ухари за неделю, за две, что-то там поделали и выбрали. На самом деле, это мероприятие, которое, насколько я понимаю, по самому минимуму тянется три месяца, а реально от полугода нормальный срок, который считается. Ну, скажем так, это зависит, во-первых, от масштаба выборов, разумеется. То есть, одно дело, это выборы мэра города средней руки, другое дело, это выборы в областную думу. Разумеется, но также понятно, что и в сельсовет, грубо говоря, группа из 20 москвичей, скорее всего, не поедет. Или это должен быть какой-то очень хороший сельсовет? Это может быть очень интересный сельсовет. Ну, где-нибудь в каком-нибудь северных регионах. Ну, зачем? Зачем далеко ходить? Сейчас у нас по осени будут выборы главы Можайского района, Московской области. Это очень интересный район. Ну, да, я вспоминаю выборы хихи Одинцовского района главы. Да-да. Ну, нет, в Одинцовском просто земли еще слаще, но, скажем так, судя по тому, что сейчас происходит в Московской области, я совершенно не исключаю, что к этому времени там освободятся места и глав других или районов, или городских поселений. А учитывая, сколько стоит земля в Подмосковье, даже дальнем, а тем более ближнем, ну, в общем, тут есть целый ряд довольно любопытных перспектив. И таким образом, соответственно, следующий вопрос. Собственно, как происходит, то есть тезис, что политтехнолог из Москвы, это отчасти джарщик. Мы пришли к выводу, что это может быть не первичная функция, но это одна из его необходимых функций, наверное. Она совершенно необходима, потому что технолог, не взаимодействующий с органами госвласти, причем на всех уровнях в регионе. Нет, я для начала имею в виду со столицей, с федеральными. Это будет следующий вопрос. Это тоже необходимо, потому что должен быть определенный коннект, определенная связь и определенный фидбэк именно из региона. То есть технолог в регионе, он выполняет в частности, ну, в идеальном, естественно, случае, технолог в регионе выполняет роль независимого аудитора. То есть он, его задача, задача технолога, в первую очередь, почему мы, собственно, говорим о длительности компании, почему мы говорим о том, что компания идет от трех месяцев до полугода, потому что очень важная составляющая компании понять, что это за регион, чем он живет. Ну, то есть полевая оценка, грубо говоря. Да, совершенно верно. Причем посмотреть на месте то, что просто необходимо пощупать. Проанализировать, увидеть основную проблематику и так далее, и так далее. И с большой вероятностью это именно получается не замыленный взгляд, а у тех, кто сидит непосредственно на месте, будь у них хоть семи пядей во лбу, взгляд уже замылился настолько, что сами они этого не увидят. И кроме того, у них, как правило, нет вот этого как бы специально обученного взора, если угодно, скажем так. Да нет, на самом деле специально обученный взор у них может быть, но абсолютно верно, они в этом живут. У них взгляд замылился, они это не воспринимают как нечто странное, неестественное. Они это видят, они каждый день это видят. Если я езжу по городу Самаре, я уже привыкаю к концу второго-третьего месяца, я привыкаю к тому, что там яма на яме сидит, яма и погоняет. Когда я приезжаю из Самары в Москву, я вижу, что это неестественно, и что вот... В принципе, можно и без ям. Да, что какие-то здесь странные дороги, они гладкие и без ям. Это противоестественно. Понятно. Вопрос. Но то, о чем мы говорим, это скорее относится к технологам условной партии власти, что Единой России, что Народного фронта. А если мы говорим о оппозиции, неважно какой, но тоже справедливой России, коммунистов неважно, если едет московский технолог, он тоже должен заручиться поддержкой для начала в ряде высоких кабинетов в Москве, скажем так. Как показывает практика? Практика показывает, что да, разумеется, он должен, ну, скажем так, он должен обозначить свое присутствие в регионе. То есть, в этом случае у него нет непосредственной джар-миссии из центра, но, по крайней мере, оно существует с ними некоторые коннекты, о которых мы говорили, да? Да, совершенно верно. Он в любом случае, понимаете, какая разница, он выступает на стороне оппозиции или на стороне партии власти. Он все равно, его аудиторская функция, она никуда не девается. И когда он работает на стороне именно оппозиции, он работает все равно, как это не смешно звучит, на партии власти, потому что он имеет возможность вполне легально указывать шумно, весело указывать на те недостатки, которые допускает власть в регионе. Нет, ну, кроме всего прочего, поправьте меня, если ошибаюсь, все-таки выборы, это каких бы скандалов там ни было, это некоторым образом процесс системный, в отличие от, условно говоря, той же уличной политики. И если кто-то, неважно в каком качестве, как политики, тем более как технолог, как орговик, участвует в выборах, это говорит о том, что он принимает участие в этой системе, и достаточно маловероятно, что он напрямую работает на этой системе развал. Так, наверное, или не совсем? Ну, технолог всяко не заинтересован в развале системы. Нет, ну, это онтологически, это понятно, зачем рубить сук, на котором мы сидим. Но имеется в виду, что и по факту этого тоже не наблюдается, помимо того, что это сидит партия. Конечно, конечно. То есть, действительно, речь идет о некотором системном процессе, и, соответственно, при этом возможное взаимодействие с столицей и с высокими кабинетами, это тоже вещь чисто системная, то есть, это не то, что же из серии того, что власти скрывают, это абсолютно нормальный процесс, который в той или иной степени, возможно, даже происходит и, допустим, в западных странах, или не совсем. Нет, это и на Западе в точно таком же ключе происходит. Это нормальный процесс, это действительно абсолютно, верно сказано, это системный процесс. Понятно. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Тут, собственно, будет еще один вопрос, но о нем я хотел бы поговорить после перерыва, потому что сейчас мы обсуждаем то, как взаимодействуют технологи с, ну, условно говоря, с центральными властями, с теми, кто ответственен за выборы в центре. А второй вопрос из этой же серии, который тоже, как мне кажется, интересен, а что в этой связи происходит с элитами местными? Как с ними сотрудничают технологи, в том числе технологи оппозиционные? Ну, а по этому вопросу мы более подробно поговорим после последнего нашей программы перерыва. Я напомню, что это «Искусство возможного». С вами Сергей Ильин, и сегодня у нас в гостях политтехнолог Тимофей Шевяков. Встретимся через минуту. И снова с вами «Искусство возможного». Я Сергей Ильин, и наш гость – политтехнолог Тимофей Шевяков. Я напомню, мы обсуждаем тему политика и регионы, и сейчас у нас отдельный вопрос. Это взаимоотношения политтехнолога, политтехнолога гостей из столицы с элитами. Мы только что обсудили GR-функции общения с столицей, и теперь вопрос с местными элитами, местными, региональными. Вот несколько возможных ситуаций. Самая простая и банальная, и распространенная. Несколько, допустим, выборы кандидата, депутаты в не всей, допустим, областной думы, одного-двух кандидатов до выбора. Первый вариант. Ряд других вариантов. Допустим, первый вариант – несколько кандидатов от партии власти. Это бывает, да? Хотя бы один, то и на фактически другой. Официально от Единоразии или формально оба независимы. Первый вариант. Второй вариант – это, допустим, от тех же коммунистов. Соответственно, с чем сталкивается технолог, и в первом, и во втором случае, с точки зрения взаимодействия с региональными властями, у которых, по всей видимости, есть какие-то свои соображения. То есть региональные, может быть, городские, но простой вариант – региональные. Потому что из Москвы, грубо говоря, могут громко гаркнуть, насколько я понимаю, а из областного центра или из мэрии могут довольно серьезно навредить прямо на месте, так что еще неизвестно, что хуже. Вот как происходит это взаимодействие, и каково быть московскому технологу в этой ситуации. Понятно, что слегка побаиваются с одной стороны, не любят с другой стороны, и слегка уважают с третьей. А вот что получается на стыке этих трех моментов? Хороший вопрос. Есть на него ответ. Извольте. Да. Дело в том, что здесь есть еще одна составляющая, одна немаловажная составляющая. Это бизнес-элиты, о которых тоже не следует забывать. Нет, они есть, разумеется, они платят для начала, да, и они, собственно говоря, в том числе, с ними тоже приходится договариваться и приходится ставить какие-то, так сказать, рамки, потому что в регионах, в очень большой части российских регионов, бизнес-элиты живут по-прежнему этикой и эстетикой 90-х годов, если так можно выразиться. То есть, нравы грубые, скажем так. Неженственные, я бы сказал так. И эти люди в ряде случаев искренне уверены, что если они платят, то будет именно так, как они хотят. Так, я прошу прощения, сразу хочу уточнить. То есть, мы сейчас говорим отнюдь не об оппонентах, а конкретно, ну, фактически о заказчиках или о спонсорах заказчиках. Да, совершенно верно. А есть еще и оппоненты, которые тоже... Да, оппонентов тоже могут представлять другие бизнес-элиты того же самого. Это первый момент. Соответственно, задача технолога – разговаривать с бизнес-элитами на понятном для них языке. Ну, со своими, грубо говоря, не с конкурирующими. Да, разумеется. И разговаривать так, чтобы люди поняли, осознали и приняли точку зрения технолога. То есть, тут, во-первых, как я понимаю, опять-таки, сходу региональная специфика, я бы даже сказал, макро-региональная с одной стороны. Да, совершенно верно. А с другой стороны, часть еще и персонализована. В одном же регионе может сидеть выпускник МФТИ, а может сидеть невыпускник МФТИ. Дипломатично, скажем так. Вот. Это одна составляющая. Вторая составляющая, которая, ну, правда, она более специфична для республик Северного Кавказа и национальных регионов. Это тоже бы хотел поговорить чуть позже, но можно упомянуть. Да. Это, соответственно, специфика национальных элит и, соответственно, степени влияния тех или иных группировок. Группировок, кланов. Кланов и так далее, и так далее. Тейпов и всего остального прочего. Здесь приходится балансировать еще более осторожно и ходить еще более опасно. Вот. То, что касается... Ну, тут я как бы заострять не буду. Тут, так сказать, бог миловал, я не работал в национальных республиках. Но коллеги мои работали, они говорят, что это очень сложно. Именно психологически сложно или сложно в смысле сложное и опасное? Сложное и опасное по одной простой причине. Ты можешь договориться с кланами, ты можешь договориться с разными кланами, но ты все равно для них не свой. Понятно. Во всех отношениях. И воспринимать тебя будут именно так. То, что касается договоренностей и определенных, так сказать, взаимосвязей, взаимодействий с региональными властями, с региональными политическими элитами. Разумеется, приходится выяснять ситуацию уже на месте. Выяснять вот эти все подводные течения, все эти интриги мадридского двора, которые происходят внутри региона. Потому что может сложиться ситуация, когда далеко ходить не надо. Скажем, в Ярославле губернатор Ярославской области и мэр города, так сказать, центра региона, собственно, мэр Ярославля, они принадлежат, скажем, мягко к разным политическим группировкам. Но праздники подобного рода бывали в целом ряде других крупных областей и областных центров, сколько я помню. Совершенно верно. И в ряде случаев, если мы говорим о выборах, либо в областной парламент, либо в городской парламент, приходится находить некий баланс между вот этими политическими силами. Приходится договариваться со всеми. Потому что, грубо говоря, если вы идете на поводу у мэра города, то губернатор в силах перекрыть вам вентиль. Понятно. То, что как бы известно, но то, что я бы тоже хотел слышать, чтобы все не подумали, что это гладенькая система. И, соответственно, наоборот. Если позволите, следующий вопрос. Вот мы начали говорить о региональной специфике. Но как бы есть традиционная банальная вещь. То есть мы как-то в суе упомянули, что где-то люди действуют более оперативно, где-то более неторопливо. Потом, как водится, уперлись в Северный Кавказ. А вот если смотреть более глобально, вот с учетом, так сказать, повестки нашей всей программы. Вот политическая культура в регионах. Есть ли какая-либо региональная, макрорегиональная, условно говоря, специфика? Ну, то есть, условно говоря, может быть, на севере, допустим, все неторопливые. На юге, напротив того, все торопливые. На, я не знаю, в западных областях, может быть, больше смотрят телевизор, меньше читают книжки. Или наоборот. На Дальнем Востоке, возможно, что-нибудь еще и так далее. Но вот просто хотелось бы понять, что, каковы различия, которые следовало бы выделить, на ваш взгляд. Очень сложный. Очень сложный вопрос. Потому что, на самом деле, вот именно макрорегиональные специфики очень сложно выделить. То есть, каждый регион, в каждом регионе есть свои особенности. В каждом регионе есть свои нюансы. Более того, там нюансы могут быть внутри самого региона. То есть, ну, для примера мы можем взять, чтобы далеко не ходить, Московская область. И, поверьте мне, жители Мытищ достаточно сильно отличаются от жителей Орехово-Зуево или там, допустим, Серебренопрусского района. Не физиологически отличаются, а ментально. Не, ну, это, может быть, не вполне корректный пример. Это, то есть, ближняя под Москвой, которая почти Москва, и из тех же Мытищ половина работает в Мытищах. То есть, в 10 километрах от Москвы. А вторая половина работает непосредственно в Москве. В общем, достаточно очевидно, что это... Окей, хорошо. Екатеринбург и Нижний Тагил. 200 километров расстояния. Вот это мне уже нравится больше. Да, 200 километров расстояния и достаточно сильная различия. Я понял. Хорошо, ладно. Тогда следующий вопрос. Может быть, он прозвучит слишком философски, да прости от меня. А динамика вообще политической культуры в регионах какая-нибудь есть? Наблюдается ли? То есть, развивается ли политическая культура? То есть, дело в том, что задавать этот вопрос по стране в целом, видимо, достаточно неумно, хотя ответ тоже неочевиден. Но вот есть ли какие-то регионы или, опять-таки, макрорегионы, которые всерьез продвинулись в части политической культуры, какие-то, может быть, дополнительно отстали, вот по этому признаку можно ли какие-нибудь модельные вещи показать? Ну, то есть, условно говоря, не знаю, допустим, в Ханты-Мансийске еще, условно говоря, 15 лет назад все политические вопросы решались исключительно посредством лома и лопаты, а сейчас, допустим, там денег стало столько, что там у каждого нефтяника и газовика со спиной стоит собственный персональный политконсультант, и без бабочек там люди за пределы вот этих подземных переходов на улицу вообще не выходят. Довожу до абсурда. Я понял. Ну, на самом деле, с политической культурой у нас пока что все не особо идеально. Есть регионы, где она отсутствует, и надеюсь, что будет отсутствовать и дальше, как тот же Северный Кавказ, допустим, Туань. Ну, да, там и без политической культуры неплохо. Есть регионы, которые, естественно, сделали очень серьезный рывок, то есть это и та же Ярославская область, о которой мы говорили, которая просто показала, как все может меняться и меняться достаточно серьезно. Область или город, или то и другое? Область, на самом деле. Сейчас уже можно говорить об области в целом. Это Екатеринбургская область и вообще Уральский федеральный округ, потому что появление халманских как такого политического феномена, это можно сказать, что это явление не только федеральное, но и явление региональное. Ну, это явление все-таки в первую очередь, наверное, федеральное, то есть, так сказать, маркер уральский рабочий, понятно, что это маркер, несомненно, региональный, вот, то, что возникло на его основе, это тоже несомненно явление, в первую очередь региональное, но именно в первую очередь и не в единственную, вот, насчет того, но в целом это явление скорее федеральное, и сейчас к этому и вернемся. Это не только федеральное явление, я почему говорю, что это в том числе явление региональное. Дело в том, что, да, вот этот вот маркер уральского рабочего... Это, собственно, чуть ли не главное событие президентской кампании 2012 года, так на минутку. Да, совершенно верно. И это очень серьезный мотиватор для формирующихся региональных политиков на Урале. Придумать эдакую пиар-замануху, условно говоря, или что? Нет, почему? Просто люди увидели, что простой нижнетагильский рабочий может стать... То есть речь идет не о том, чтобы придумать какой-то аналогичный по мощности, так сказать, пиар-ход, а о чем-то, ну, совсем грубо говоря, тут будут негативные коннотации, но ничего страшного, о том, что неплохо нам было бы такого же хорошего рабочего парня создать, его тоже приведят в Москве, дадут ему пряник, ковер, телевизор и назначат большой кабинет. Да нет, здесь даже не только это и не столько это. Здесь вопрос скорее о том, что существует достаточно большое количество людей и на Урале, и в Южном федеральном округе, и в Северо-Западном, где угодно, которые потенциально могут занимать руководящие посты, которые реально могут руководить государством, и которые могут прийти на смену уже, по большому счету, осочертевшей колоде, которая в регионах особо не меняется последние лет 20. А кто в этой ситуации выступает интересантом, если уж совсем грубо, то есть кто выступал интересантом в ситуации с господином Холомаской, в общем-то, более-менее известно, а вот на перспективу можно ли говорить о том, что это, как ни странно, интересным местным региональным элитам, возможным местным бизнес-элитам, вот этим вот возможным золотым нашим фигурантам, в хорошем смысле золотым, или кому? Нет, начнем с того, что такая смена элит политических региональных, она интересна первую очередь Путину. Это понятное дело, разумеется. Вот, разумеется, местным бизнес-элитам это тоже нужно и важно. Ну, во-первых, грубо говоря, протолкнуть своего человека с одной стороны. Тут даже не свой человек, опять же, не только и не столько свой человек. Позиционирование? Сколько изменение динамики жизни в регионе, открытие новых возможностей, потому что очень много все говорят об инвестировании в регион, о привлечении инвестиций в регионе, о развитии промышленности. Да, разумеется, об этом все говорят, любой визит к премьер-министру, тем более к президенту страны любого главы региона, как правило. А как у вас там с инвестициями? Совершенно верно. А если, понимаете, если у нас в регионе человек сидит лет 20, как, я не знаю, тут же Савченко на Белгородчике. Ну, или бывший Россель, а ныне просто соседский служащий. Да. Ну, я говорю именно о тех, кто сидит до сих пор. Зачем ему заниматься какими-то изменениями? Зачем ему заниматься какими-то инвестициями? Ему и так неплохо. Да, то есть у него все хорошо, у него уже все схвачено, никто ни у кого ничего не пытается переделить, поскольку все уже давно переделено. И ближайшие четыре года ему тоже будет неплохо. Если, не дай бог, что, и напротив того, любые изменения ему не выгодны, поскольку, не дай бог, что, и могут попросить освободить крестину. Совершенно верно. Да, срочно, по собственному желанию, легко и непринужденно, как показывает практика. Именно так. Ну, хорошо, ладно. Раз уж мы заговорили о персоне господина Халманских, мне бы хотелось как бы ближе к концу нашей передачи пообсуждать тему, с которой мы начали, а именно то самое, извиняюсь за выражение, замкадья. То есть вот все эти разговоры, вспомним, две России, вот как говорили раньше, Россия айфона против России шансона. Сейчас вроде как болото против Уралвагонзавода, условно говоря. Вот мне бы хотелось поговорить и о возникновении этого явления, и кто его придумал, и кто это дело развил. То есть это тема, которую я хочу до конца передачи обговорить. И насколько действительно живут разные люди, разные народы за МКАДом и внутри МКАДом. И что более существенно, насколько разные народы живут по всей России. Потому что я не думаю, что в Москве люди не слушают радио шансон. Скорее, именно в Москве это и слушают. Я не думаю, что за пределами Московской кольцевой автодороги люди не пользуются айфонами. А вот как вот это соотношение двух Россий, и как ее можно обозначить вот с точки зрения практикующего политтехнолога. С точки зрения социологии примерно понятно, хотя тоже не очень. То есть, грубо говоря, менеджер с высшим образованием или старший менеджер в салоне связи, это у нас кто? Айфон или шансон? В кармане у него айфоны, в форт-фокусе у него, скорее всего, шансон. Вот где это различие? Вот две России. Россия московских против России холманских? Ну, это очень условно, мне кажется, это достаточно условное деление. Конечно. И думать, что деление глубже, и оно в каждом городе, в том же Екатеринбурге. Да, конечно. Дело в том, что это деление, это скорее устоявшийся миф. Потому что люди, вот да, как было совершенно верно сказано по поводу менеджеров салона сотовой связи, он, к большому счету, что в Москве, что в Екатеринбурге, что в Владивостоке, он зарабатывает приблизительно одни и те же деньги. Ну, с учетом поправки на уровень жизни. С учетом, ну, там нет, там особой даже поправки нет. Там даже особой поправки нет. И за квартиру он платит приблизительно столько же. Плюс-минус. Но, то есть, на самом деле, разницы между Москвой и Замкадемией нет. Есть разница в динамике жизни, то, о чем я уже говорил. Есть разница определенная в, скажем так, самооценке. Есть разница в мобильности. Потому что, ну, в силу объективных причин, москвичам проще, допустим, слетать на выходные в Европу. Нет, но это же еще и известный феномен, чем крупнее населенный пункт, тем более отмобилизованного в нем населения. Это включает в себя и горизонтальный мобиль, в том числе. То есть, москвич полетит куда угодно, питерец уже менее очевидный. Мы не берем пример какого-нибудь условного Владивостока или счета приграничного. Житель Екатеринбурга уже заведомо менее мобилен, по логике. Житель райцентра, ну, дальше логика понятна. Да, 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 совершенно верно. То, что касается феноменов алманских, ну, я вообще не стал бы говорить о том, кто его придумал, потому что, скажем так, даже если это и было придумано, то, во-первых, это оказалось блестящей придумкой и самым лучшим политтехнологическим ходом за последние годы, это, во-первых, с одной стороны. С другой стороны, даже если это придумано, оно перепрыгнуло вот те пределы, которые были изначально запланированы. Это априори. Я бы уточнил, дело в том, что у нас как бы идет, так сказать, конструкция из двух частей. С одной стороны, лично персонах алманских. Вот надо понимать, что простой уральский паренек все-таки возглавлял некоторым образом цех, в котором работало несколько десятков тысяч человек, 20, по-моему. Да, 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 совершенно верно. Ну, для сравнения, в Москве, я думаю, я не уверен, что сейчас в Москве есть вообще какое-либо предприятие, подчеркиваю, в Москве, на котором 20 тысяч занятых. Это превышает количество сотрудников управ делами президента, если я ничего не путаю. Это превышает, если я не ошибаюсь, штатный состав главного управления Министерства внутренних дел России. Это совершенно точно больше, чем состав сотрудников не то, что первого канала телевидения, а всей большой тройки, ну, собственно, и так далее. То есть, вот что такое 20 тысяч, чтобы было понятно. То есть, это по военным меркам, это, по-моему, минимум полковник, если я ничего не понимаю. Ну, это генерал-майор. Это скорее генерал. Генерал. Вот. Но тут есть еще один феномен. То есть, фигура халманских, да, она оказалась к месту и ко времени, но тут же была бы, как бы, там была некоторая прелюдия. Первое выступление халманских, это же не персонализация халманских. То есть, с одной стороны, персонализация. Тут было важно не кто говорит, поскольку тогда было непонятно, кто это, а что говорит. И вот именно тогда пошло айфон-шансон, то есть, раскол общества, который, ну, по факту оказался некоторым набросом, который набросила оппозиция, получила в обратку, если по-моему, так выразиться, крайне мощный ответ на том же языке со стороны действующего руководства пропагандистского крыла администрации. Так, наверное? Скорее, это был ответ со стороны именно того самого путинского большинства. Со стороны того самого замкадья условного. То есть, это... Ну, что же они это сами придумали? Или это все-таки придумали те самые московские политтехнологи, о которых мы сегодня говорим и с которыми мы сегодня разговариваем? Понимаете, дело в том, что вот сейчас... Те они совпадают? Это я понимаю. Сейчас это уже не важно, придумано это или нет, оно пошло. Оно сработало. Сработало очень удачно. Дело в том, что Халманских, он сделал очень правильную ставку на людей труда, на людей, которые что-то производят реальное. То есть, вот этот вот условный шансон, он стал символом именно людей, которые делают что-то реальное, что-то делают своими руками. Вот. И сама персона Халманских, еще раз повторюсь, это персона, возникшая в определенной степени сама собой. В прошлом году, просто под конец беседы могу сказать, в прошлом году во Франции вышел замечательный фильм «Суперзвезда». Он в российском прокате практически не шел. Он очень интересный фильм. Как раз это фильм именно о феномене Халманских, когда человек совершенно обычный, человек, который работает на совершенно обычной работе. Один прекрасный момент. В вагоне метро его все начинают фотографировать, у него начинают просить автографы, его все начинают узнавать. И вот этот вот феномен, когда человек внезапно становится известным и знаменитым, и когда все интересуются, а кто он такой, вот это как раз феномен Халманских. А потом там идет следующая стадия, когда его все начинают ненавидеть. Ну, это уже другой вопрос, и это многих славных путесказ сформулировано. Да, совершенно верно. Вот. Ну, все-таки хорошо. И, значит, у нас осталось чуть больше двух минут, резюмеры. Что мы ожидаем от политического развития в регионах в целом на ближайшее будущее? Теоретический вопрос. И совершенно практический вопрос, что мы ожидаем от минувшей осени? Предстоящей. От предстоящей осени, разумеется. В целом. Ну, и, к примеру, допустим, от той же Московской области. У нас где-то полтора минуты. От предстоящей политической осени я бы ожидал двух ключевых вещей. Во-первых, это серьезная переоценка со стороны руководства Единой России вообще всей сложившейся ситуации. Определенной, ну, я бы сказал, даже чистки рядов. Определенной ревизии своих действий. Потому что в противном случае Единая Россия получит, в общем, печальные и плачевные результаты. Вторая, ну, еще одна часть, надо сказать, вот этого первого момента. Это, я ожидаю, становления и формирования, и проявления себя со стороны Общероссийского народного фронта. Именно как полноценной политической силы. И вторая часть, которая совершенно необходима, и которая, скорее всего, так оно и будет, это работа на региональном уровне со стороны оппозиционных партий. То есть это возрождение региональной политической жизни. И, соответственно, развитие за счет новых партий, насколько я понимаю. Да, совершенно верно. О чем многие забывают. А есть, что они хоть какое-то более-менее достойное место займут уже в новом сезоне, вот осенью? Ну, скажем так, если они займут, если они получат в региональных парламентах по одному-два места, это уже будет определенный прогресс. Это люди, от которых они получат возможность делать что-то реальное. Я понял, спасибо. Ну что ж, надо полагать, что если предлагать такой критерий оценки, то с большой вероятностью кто-то испарит, так называемые, несистемные оппозиции, кое-каких успехов определенно достигнет. А на этом мы и заканчиваем сегодня нашу программу «Искусство возможного». С вами был Сергей Ильин, а у нас в гостях был политтехнолог Тимофей Шевяков. Тимофей, спасибо большое. Спасибо. А слушатели наши говорили, до встречи через неделю. До свидания. Всего доброго. Спасибо.